Скорая помощь с трудом преодолевает улицу Дагомыскую. Здесь всегда много машин. Благослучий не экстренный. Счет не идет на минуты, как это часто бывает. Но движение в районе больничного городка, по словам руководства медучреждения, необходимо срочно организовать по-новому и позаботиться о парковочных местах для посетителей и пациентов. Около 70 пациентов доставляется санитарным транспортом. Это скорая помощь, которая должна беспрепятственно проезжать. И когда она встречается с каким-то встречным препятствием, со встречным движением, безусловно, это не добавляет никому позитива. Алексей Копайгородский заверил, мэрия готова помочь в решении этих проблем. Тем более, что на 4-ю городскую больницу приходится основной поток пациентов курорта. Это горожане и туристы. Здесь же с 2014 года получают помощь и спортсмены, которые приезжают в Сочи на международные соревнования или тренировки. Ежегодно здесь проходит лечение 30 тысяч человек, а в хирургии проводят около 6 тысяч операций. Поэтому медицинскую базу стационара регулярно обновляют. Противошоковая палата укомплектована всем необходимым оборудованием. Здесь при необходимости можно провести экстренную операцию. Действия персонала расписаны по минутам, а на полу даже есть обозначение, где должен находиться каждый из врачей. В сердечно-сосудистый центр скоро также поступят дополнительные аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также анеографы. С их помощью можно будет проводить обследование сосудистой системы. По словам Алексея Копайгородского, сейчас необходимо позаботиться о квалифицированных медицинских кадрах. «Самое главное, должны быть специалисты, которые этим оборудованием могут управлять. И, конечно же, для вас и для нас перспективно то, что к нам едут высококвалифицированные специалисты со всей России. Для них, конечно же, в программе есть, чтобы мы выделяли и обеспечивали их жильем, чтобы они ни в чем не нуждались». Новое оборудование поступит до конца года. К этому времени здесь подготовят и удобные помещения. Задача медиков – максимально сократить время с момента поступления пациента до начала его лечения. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.